итак огромный привет моим дорогим подписчикам и всем случайно заглянувшим на канал сегодня будет обзор коротенький обзор моего ухода какие средства для кожи волос и так далее я использую как изменился мой уход это тем не очень популярна на моем канале но все-таки большой спрос был поэтому решила снять как вы заметили я достаточно давно не снимаю видео дома потому что очень жарко просто вот хочется сорвать с себя одежду и ходить ноги шум понимаете даже высидеть какие-то там 10 минут перед камерой это достаточно тяжело поэтому если мое лицо покажется вам немного измученным это только поэтому только поэтому итак поехали спрашивали меня как я сейчас ухаживаю за своей кожей уход очень упростился в связи с видимо с изменением климата я переехала жить в другой климат и кожа немножко изменилась потребности и изменились поэтому вообще все стало супер минимальным и так минималист в плане ухода за собой да главное не количество главное правильно подобрать но сейчас вообще все свелось к минимуму до этого у меня был достаточно тяжелый период для кожи видимо на фоне стресса были какие-то гормональные изменения были какие-то непонятные высыпания на коже и в том числе на шее что практически никогда не не припомню когда это вообще было вот только в этом году на фоне стресса приехала сюда все слава богу тряслось все прошло кожа выровнялась не знаю в чем секрет влияет ли питание местное на состояние кожи может быть климат достаточно влажный воздух видимо поэтому это одна из причин почему здесь люди стареют чуть медленнее влажный действительно воздух и для кожи это хорошо потому что кожа не пересушивается а вот для легких и для сердца тяжеловато потому что дышать таким воздухом сложно и так для лица я сейчас использую вот такую вот штучку два в одном мужа украла он не пользовался а мне идеально подошло это значит два в одном отбеливание и увлажнение это из мужской линейки средств но запах достаточно нейтральный а для моей кожи подошло поэтому почему бы и нет что в составе в составе у нас вот такая вот легкая увлажняющая эмульсия или эссенция не знаю что это в общем очень легкая такая немножко липковата поэтому я использую ее минимально по запаху нейтрально и 2 составляющая это вот такая белая мазюкалка то есть это не отбеливает за счет каких-то компонентов здесь это просто отбеливает чисто визуально вот пока это средство нанесено смотрите какие белила мощные да ты такая беленькая светленькая ты его смыла и все такая же как раньше то есть это как эффект она тонального крема единственное что его принципиально отличает от тонального крема вообще не скатывается вообще не забивается в складки на коже не складки век если вот сюда наносишь не здесь не вот если носогубки там у некоторых глубокие забивается и вот потом лежит тут в пролежних в этих вообще такого эффекта нет и на коже он вообще не ощущается нанесла и все он впитался и абсолютное ощущение ну естественное как будто бы нет косметики на тебе и не страшно прикоснуться к своему лицу потрогать его почесаться где-то что-то да то есть нет такого ощущения что можешь повредить это покрытие или в нем испачкаться или испачкать там футболку белую когда будешь снимать ее то есть абсолютно такое комфортное классное покрытие меня спрашивали о том действительно ли такая хорошая корейская косметика или нет кстати чего это да это сделано в корее действительно или нет тут абсолютно все индивидуально бывает что подходит к вашим приходит то есть то то же самое как из любой вообще косметика неважно корейская корейская бывает средства средства какой-то купила целочек подошло бывает что вообще не твою не по той типу кожи, даже самые простецкие. Вот в прошлом году у меня были всякие умывалки, пенки, скрабы и ни одно средство не подошло. Ну казалось бы, ну что проще, как может не подойти умывалка, там ветка для умывания. Вот не подошла, просто какая-то гадость, просто как-то непонятно вообще, гадость, гадость короче, просто не подошло по типу кожи. Что ещё использую? Использую вот такой скраб лейбл Янг, тоже сделано в Корее. Хвалить я его не могу, потому что ни о чём вообще, вообще ни о чём. А, не скраб пилинг, пилинг гель. Вообще, ну просто вот, как говорится, не выкидывать же. Использую такая вот грязненькая, похожа на грязьку, на грязьку, видите, такой похожа. С мелкими какими-то частичками, немножко скатывается, если усердно очень катать, то есть не с первых секунд, надо прям стараться, вкладывать много сил, скрести-скрести, чтобы что-нибудь отскрести. Но очень подошло, оно мне для регулярного применения, потому что не знаю по каким причинам. Видимо, в силу того, какой здесь там воздух. Опять-таки жарко, влажно, поры расширены, в воздухе часто бывает пыль. Это тут известная всем проблема, пыль. Не знаю, откуда пыль, но бывает достаточно часто высокая загрязнённость воздуха именно мелкой пылью, мелкой жёлтой пылью. И поры очень быстро загрязняются. Я скребусь буквально каждый вечер. Вот день заканчивается, и я скребу, скребу и скребу. Поэтому для вот таких вот каждодневных поскребушек отличный вариант. Так вот в России я бы его не использовала. Мне это бы ничем не помогло. В России я в среднем где-то раз в неделю, раз в две недели делала скраб или пилинг. Вот так. Здесь практически каждый день или раз в два дня, если ленюсь. Итак, далее краска для волос. Весь прошлый год, не год, а 7 месяцев я тут была. Я красилась корейской краской, перепробовала огромное количество недорогой корейской краски для волос. Ходит такой, бытует такой стереотип по интернету, миф о том, что краска корейская она для корейских девушек с их толстыми такими густыми волосами. А наши волосы она сжигает до тла. Совершенно не так. Ничего она особо не сжигает. Ну и не сказать, что она прям какая-то бережная. Обычная краска, ну, обычная, да. Ничего ужасного я в ней не нашла. И второй стереотип, что не достать вот какие-то такие красочки для волос, которые у нас есть, ну, как оказалось, не надо всему слушать, всех слушать, всему доверять. Вот в ближайшем супермаркете нашлась такая краска L'Oréal. У нас L'Oréal тоже есть в России. Поэтому, как казалось, тоже не проблема. Потому что, ну, мне кажется, про стереотипы, созданные блогерами, нужно снимать отдельное видео, что прям не найти, прям родственникам заказывают, чтобы родственники высылали, из поездок привозят, потому что тут днем с огнем не сыщешь этих красок. Ну, вот, как казалось, сыщешь и даже искать не пришлось в соседнем магазине L'Oréal. Вот такая вот. Ну, L'Oréal, она и есть L'Oréal. Если вы ее любите, если она вам подходит, то, конечно, результат порадует. Если нет, ну, скажу так, это не самая моя любимая краска, но нормально. Окрашивание хорошее, достаточно стойкое. Сейчас буду стараться переходить на более натуральный цвет, чтобы реже красить. Я и так не часто крашусь, ну, вот так. Сейчас Light Brown у меня пятерочка. Вот такой вот пятый оттеночек. Это вот близко к моему натуральному. Правда, в моем натуральном цвете волос чуть больше золотистых переливов, ну, ничего, сойдет. И так дальше больная тема. Уход за волосами. С волосами у меня просто беда на протяжении всей моей жизни. Не знаю, что уж с ними сделать, чтобы было что-то приличное на голове. Здесь эта проблема из-за климата стоит наиболее актуально и жестко, потому что, ну, просто расстраиваешься. Каждый раз, чтобы куда-то выйти, нужно обязательно помочь голову как-то вложить, чтобы более-менее хоть что-то было на голове адекватное. Они выдерживают волосы вот этой влажности, вот этой жаркого лета. Все пушится, все куда-то закручивается, в общем, в разные стороны. Если волосы тонкие и пористые, то вот тут однозначно будут с этим проблемы. Мне немножко помогли знакомый моего, ну, как знакомый, друг моего мужа. Сделал мне небольшой подарок для волос. Это вот такой шампунь. Шесейдо. Шесейдо называть? Ну, я не знаю, да. Будем называть его так. Буду смотреть, какой эффект в долгосрочной перспективе будет от него. Но пока очень приятный в использовании и очень экономичный. Прям капельку капаешь и распенивается на всю голову. Какие-то идут покалывания по голове, какая-то албхимическая реакция. То есть есть ощущение, что шампунь работает и поможет как-то мне восстановить волосы мои. Шампунь. Произведён он в Японии. На всякий случай, говорю вам, где произведён. Потому что я слышала, что бывает так, что для разных рынков, для разных стран бывает разное производство, да, и в зависимости от производства, где было произведено, продукт может отличаться по качеству. Насчёт вот этого шампуня не знаю. Да, может быть он весь в Японии производится, а может нет. Поэтому на всякий случай уточнила, что этот произведён в Японии. Кстати, интересный момент. Корейцы не очень лояльны по отношению к Японии. Но вот, как говорится, бизнес – это бизнес, да. Для своего салона купить шампунь японский – это нормально. Друг мужа, как и мой муж, парикмахер. Только мой муж завязал с карьерой парикмахера. Ну, а его друг продолжает этим заниматься. И также вот такая вот сыворотка от Shiseido. Serum. Это называется Serum. Тоже пока тестирую. Ничего конкретного сказать не могу. Запах приятный. Ощущения на волосах приятные. Мне было сказано наносить на прикорневую зону. Втирать. Я, значит, втираю. По поводу макияжа. С макияжем практически полностью завязала. То есть использую вот эту вот отбеливающую штучку. Немножечко наношу. Бывает точечно, даже не на всё лицо. И губочки подкрашиваю. Вот такой тинт. Название уже не помню. И до этого мой любимый был тинт. Be My Tint. Он назывался корейский. Я его заказывала на сайте Cosmosi. А этот купила здесь уже в прошлом году. Магазин, кажется, назывался Artbox. И какого-то конкретного названия не было на этом тинте. Это такое стойкое покрытие. Оно не даёт ни блеска, ни сияния, ни увлажнения. Просто даёт цвет. Просто краска для губ. Я её называю краской для губ. Красится. Можно покушать, там, попить. Не сразу это всё стирается. Более-менее стойкое такое покрытие. Ну и ради любопытства, ради интереса, время от времени тестирую какие-то интересные масочки, интересные косметические продукты. Для лица, для рук, для ног. Пока для лица уже использовала мне данную масочку с киви. Попробовала. Ну ничего тогда. Ничего особенно. Сейчас вот хочу попробовать вот такую вот для ног маску. Медовую. Медовую масочку для ног. Попробую, расскажу. Это корейская, недорогая. Стоит всего тысяча. Это где-то 65 рублей. Вот такой вот уход. Вот такие вот особенности здесь. Проживания, да, которые сказываются на состоянии кожи, на потребности, на её потребностях. Потребности лично мои свелись к минимуму. Единственное, что приходится очень много пить воды, чтобы не засохнуть изнутри. Потому что когда организм обезвоживается, кожа тоже обезвоживается, потому что организм начинает оттягивать с периферии, так сказать, воду для своих нужд более важных, да, для поддержания основной жизнедеятельности организма. Поэтому если для самых важных органов, да, организм забирает воду при недостатке употребления воды из ненужных, как бы из не очень нужных зон, самый нужный, чтобы основные органы работали. Поэтому очень важно, если у вас жарко сейчас тоже пейте воду, потому что иначе за лето просто постареете минимум года на три. Это я не шучу, серьезно. Можете и сохнуть очень конкретно. Вот. Обезвоживание очень страшно. Потом, если баланс водный нарушится, вот этот водно-солевой, то его потом очень трудно будет восстановить. То есть если долгое время он был нарушен. Если бы прям долгое время пренебрегали вот этой привычкой пить регулярно воду и восстанавливать этот баланс. Итак, всем огромное спасибо за внимание. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Всех люблю, целую. Пока-пока.